Каждый раз, когда кто-то пытается поддержать армянскую сторону в вопросе Карабахского конфликта, вместо фактов и логических аргументов мы вдруг начинаем слышать плохо сфабрикованные фейки, а то и вовсе откровенную глупость. Недавно украинский журналист Дмитрий Гордон дал интервью «Радио Эхо Москвы», где, в числе прочего, состоялся такой диалог с ведущим Евгением Бунтманом. Я восхищаюсь Азербайджаном и азербайджанской армией и азербайджанским президентом Милхамом Алиевым. Говорю об этом, смотрите, мне от них ничего не надо, у меня нет никаких особых отношений или чего-то еще. Восхищаюсь тем, что эти люди в течение долгих лет готовились к тому, чтобы забрать свое. И когда наступил час икс, поддерживаемые Израилем и Турцией, они пошли за своим и забрали его назад. Ну, за тем, что считали своим, как вот Россия своим считала Крым украинский. На карте Нагорный Карабах был в составе кого? Азербайджана. Так распорядилась история. Поэтому, когда Азербайджан пришел за Нагорным Карабахом, Россия развела руками и сказала, что сказал Путин, мы не можем вмешиваться, когда идут конфликты на территории Азербайджана. То есть бросил Армению. Комментарии Бутмана не выдерживают никакой критики. Во-первых, есть международно признанные границы Азербайджана, которые включают и Карабах. Те земли, которые в ходе 44-дневной войны освобождала азербайджанская армия, считают азербайджанскими не только в Баку. Это солидарная позиция мирового сообщества. Во-вторых, фактически Бутман упрекает Россию в том, что она не стала воевать с Азербайджаном и проливать кровь на его собственной территории. Территории, которую он начал освобождать, как того требуют четыре резолюции Совбеза ООН, между прочим, поддержанные самой же Москвой. Возможно, причина слов Бутмана про Карабах заключается в том, что некоторые из его предков – армяне из Карабаха. Тогда все понятно. Потому что, увы, это не единственный пример того, как умные люди в попытках поддержать армянскую сторону вдруг начинают говорить заведомую ложь и чушь с исторической точки зрения, с точки зрения международного права, элементарной логики, обыкновенного приличия и эмпатии. Вот, кстати, еще один пример. Эфир передачи будем наблюдать от 5 июня 2021 года, в ходе которой беседовали отец Евгения Бунтмана Сергей Бунтман и главред «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов. На слова Бенедиктова о том, что днем ранее в Азербайджане, в Килибаджарском районе, произошла трагедия, на противотанковой мине, заложенной армянскими оккупантами, подорвался автобус с журналистами. И сожалений по поводу того, что война догоняет даже людей мирных профессий, сразу после слов о соболезновании, что делает Сергей Бунтман. Просто прерывает эфир. Алеш, я прошу прощения. Через 5 минут. Новости. Выражаю соболезнования компании азербайджанской и их семьям. И журналисты, возвращаясь к Портасимовичу... Алеш, я прошу прощения. Через 5 минут. Новости. И это, мягко говоря, не совсем правильно, а то и просто бесчеловечно. Тем более, что речь идет о гибели коллег-журналистов. Есть, кстати, примеры и покруче. Абель Агамбекян, экономист, советник тогдашнего генсека Горбачева, в 1987 году в интервью Парижской Юманите заявил. Как экономист, я считаю, что Карабах больше связан с Арменией, чем с Азербайджаном. Карабах, как известно, не связан с Арменией территориально. В то время как вглубь Азербайджана, к Баку, шли железная дорога и несколько шоссе. Были единые системы снабжения газом, водой, электричеством. Поэтому говорить о том, что Карабах был больше связан с Арменией, чем с Азербайджаном, непростительная ошибка не только для всемирно известного экономиста, но даже для старшеклассника, который только начал изучать экономическую географию. Кстати, это заявление было самым первым предвестником сепаратизма в Карабахе. И уже буквально через несколько месяцев после интервью Агамбекяна появились первые азербайджанские беженцы. Или вот еще один пример. Небезызвестный Виктор Шандерович уже в первые дни Второй Карабахской войны вынес свой так называемый вердикт – Азербайджан напал на Армению. Когда в соцсетях ему стали возражать и задавать вопросы, что делали армянские солдаты на 200 километров вглубь территории Азербайджана, он просто закатил истерику. «Не надо было мне говорить о международных границах. Это для меня не важно». Понятно, что подобные вывихи сознания вызывают ожидаемое возмущение в Азербайджане. Для жителей этой страны такие слова звучат обидно, неприятно, но не более того. А вот для Армении это настоящая катастрофа, потому что вся вышеперечисленная публика и многие другие обманывали и обманывают в первую очередь армянскую аудиторию, убеждая, будто бы силовая перекройка границ может быть поддержана и принята мировым сообществом. Только вот одного они не учли. Вся эта поддержка только на словах. Ее не получится конвертировать ни в дипломатические, ни тем более в силовые рычаги. И когда станет по-настоящему горячо, Бунтман может сказать пару фраз в эфире. Шендерович разместит очередной пост в Фейсбуке. Но вот плакать в Яраблуре придется уже не им, а армянским матерям.